Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в студии Наташа Купер. Мы встречались раньше, правда? Мы встречались на скайпе. У нас на канале мы встречались, и ребята вас видели, поэтому я вот им туда в камеру говорю, что Наташа, вы как сюда попали вообще? Куда? Вот к нам в офис. Приехала на машине. Сначала ехала в Сан-Франциско. Мы в той очереди отмечали ее день рождения в Сан-Франциско с семьей. У меня брат в Сан-Франциско, двоюродный, но выросли как родные, родных других нет, а на обратном пути заехали к вам, так что мы сегодня возвращаемся в Лос-Анджелес. Я не понял, так вот сейчас уже два часа дня, и когда же вы будете в Лос-Анджелес? Ну вот как закончим с вами, так продолжим дорогу. И прямо нон-стоп. Ну мы где-нибудь одну остановочку сделаем, пойдем по красивой дороге. По первой? Мы сюда ехали в основном по первому. Это очень живописное место. Да, очень красиво. Где же мы остановились? Мы остановились в Big Sur, в ресторанчике, который называется Нептун. Да, там же где, вы знаете о чем я говорю, ресторан с видом на обрыве стоит, с видом на океан. Конкретно этот не знаю, но здесь есть таких. Да, очень красивый. Мы ехали не торопясь. Так ты едешь пиво, а там яхта идет. И мы ехали в пятницу 13-го числа. Вы знаете, здесь же это несчастливый, ну среди суеверных людей. Ну если еще понедельник. Понедельник. Понедельник в России. В России верили, что понедельник 13-е. Так. Несчастливый. А здесь пятница? А здесь Friday the 13th. Так, век живи, век учись. Да, и я по этому поводу сняла маленькое забавное видео насчет предрассудков и иметь ли они силу над нами, если мы о них ничего не знаем. Значит, я хочу сказать, что у Натальи есть канал, я дам ссылочку внизу. И это не только про английский, да? Про жизнь в Америке, про какие-то особенности или интересные вещи, но я всегда объединяю это с английским языком. Я всегда показываю реальную какую-то ситуацию или рассказываю о какой-то реальной ситуации. И даю, почему я назвала влиятельный, английский канал. Я даю фразы, которые помогут решить эту ситуацию. Ну да, потому что люди часто с родного языка переводят. Да. И так, иногда это очень забавно, иногда просто тебя не понимают. Иногда обижаются. Ну, потому что не понимают, да. Потому что не понимают, да. Да, ну что же, хорошо. Так, а вы откуда сами приехали? В смысле, из прошлой жизни. Вы где жили? Из прошлой жизни из Москвы. Земляки. Да. А вы где жили? В Москве. Последнее место был речной вокзал. Ну, мы жили недалеко от аэропорта. На одной ветке. Метро-аэропорт. Да. Ну, не совсем, но там можно было. Хорошо в дневнике вот туда. Ага. Это ближе, конечно, к Полежаевской, может быть, и к Октябрьскому полю, но довольно близко туда тоже. Одна из моих первых работ была на аэропорте Кинофотоинститут Никфи. Я работал на аэропорте у Черняховского 9. Там был такой методический центр систем профтехобразования. Прямо вот только отошел. Там еще памятник Тельману потом поставили. Вот. И начинал без памятника, а потом уже был памятник. А куда сейчас делать, не знаю. Стоит, не стоит. Я уже столько лет. Когда вы в последний раз были в Москве? В 2003. А я, по-моему, раньше. Я давно не была. Ну. Я в последний раз в России была в Хабаровске. И как там? Это был мой первый приезд в Хабаровск. Город очень красивый. Так. На холмах каких-нибудь есть там холмы? Да. И что меня потрясло абсолютно в Хабаровске. Девки красивые. Ну, не знаю, это не по моей части. Но вот театр там потрясающий. Какие именно представления вы смотрели, да? Качество драматургии и театра в Хабаровске меня поразили. И мне рассказали, я сейчас уже не помню всех имен, но мне рассказали, что театры в Хабаровске, их несколько, вообще театральную школу, основал известный режиссер, которого Берия в свое время туда сослал. И весь цинизм Берия заключался еще и в том, что когда он бывал в Хабаровске, он, например, приходил на спектакли. К сожалению, сейчас не могу вспомнить, ну, вспомню потом имен драматурга, но он основал там совершенно потрясающую театральную школу, которая может… До сих пор, можно сказать, существует. Да. Ну, я была там, я не знаю, лет 15 назад. И театр меня приятно удивили. Две молочника там смотрели. Да, хорошо. Там же рядом еврейская автономная область. Я не знаю, там евреи остались, но название есть. Я думаю, что есть. Мы, друзья, обнаружили, что и Наташа, и я уехали 25 лет назад в Соединенные Штаты. Ну, с разницей некоторой. У меня это будет через неделю, 22-го. Уже меньше недели. В шесть дней осталось. В шесть дней осталось. Вот. А Наташа уехала… В день вашего рождения. 28-го апреля. Знаете, раньше я вот, когда смотрел по советским календарям, думаю, что такое произошло 28-го апреля. И ничего там не было, кроме установления советской власти в Азербайджане. Вот. А теперь выяснили, что ты еще вот, Наташа, уехала из Москвы в Соединенные Штаты. Я знаю, что у вас есть дочь. Да, вы с ней только что познакомились. А вот папа дочери где? Папа дочери не прижился в этой стране и уехал назад. Вот так вот. Да, он ненадолго приехал и уехал. Ну, папе пожелаем успехов. Ну, он сейчас успешный как-то? Я не знаю. То есть вообще нет концов? Не знаю. Не знаю. Ну, хорошо. А вы и там английский преподавали. Я вообще-то по образованию, у меня два образования. Я синхронный переводчик. Угу. Дипломы, говорит, ну это так, в красной горочке. Синхронный переводчик высшей квалификации. Прям образование такое? Да. То есть квалификация по диплому, а не по каким-то сертификациям. Да, представляете? Но так что люди, которые учились со мной, ну, группа была очень маленькая, выпускалась у нас очень мало. Это где? Это было при имязе, уже для тех, кто был с высшим образованием языковым. Это как повышение квалификации, типа? Ну, не совсем. Это были двугодичные курсы, на которые готовили конкретно синхронистов. Ну, подождите. Вот вы поступили на курсы. И куда же вы теперь? В семьдесят первом году. И куда же вы теперь с этим делом? В семьдесят третьем вы закончили. Да. А я в семьдесят третьем году поступал в институт. И, значит, мне семьдесят третий год запомнился обострением антисемитизма, которое характеризуется вот этим анекдотом замечательным. Что такое семьдесят третий год? А это, говорят, тридцать седьмой. Для тех, кто пишет справа налево. Вот вы закончили в тридцать седьмом, в семьдесят третьем, я извиняюсь. И куда же вы с таким счастьем? Вы знаете, в те времена особенно, но я замечаю, что сейчас в России это есть, синхрон был мужским делом, куда женщины старались не пускать. Хотя в Европе профессия синхрониста в основном женская профессия пробивалась всеми правдами и неправдами. Первый мой синхрон был, когда я училась на курсах синхронного перевода при имьязе, я с преподавателями поделилась, сказала, что моя мечта, предел моих мечтаний, когда только поступала, это переводить синхронно фильмы. Ну и один мне удружил, буквально там, я не знаю, через месяц или два занятия. Он мне говорит, значит так, завтра едешь в Белые Столбы, но не в сумасшедший дом. А там находился, там находился госфильмофонд, куда студенты в ГИК ездили на просмотры фильмов по программе. Это были, знаете, тогда еще пленка была горючая, она была безобразного качества. И, соответственно, звук был ужасный. И они ездили на целый день, это было особое событие, где им показывали классические, ну в моем случае это были классические американские фильмы. И вы должны были прямо в маленькой комнатке переводить? И я должна была, значит, было три фильма. Я сначала отказывалась. Этот преподаватель сказал, что я еще даже не синхронный переводчик, я эти фильмы не видела, я их не знаю, монтажных листов нет. Что это? Монтажный лист, монтажный лист расписывает весь диалог в фильме. Заранее? Ну, когда фильм снимается, после этого, когда проделана вся редакторская работа, делается монтажный лист. То есть это как бы… Это сценарий, скрип. Это продукт, который идет вместе с фильмом, там, своим каналом. Да, да. Но я так подозреваю сильно, что копии были ворованные. Без листа. Без каких-то, да. Значит, ничего не было. И я никогда не переводила синхронно. Угу. И я начала отказываться, я перепугалась просто. Но платили нормально или так? Ну, что-то там платили. По тем временам-то были большие деньги. Но дело было не в деньгах. Я когда-то сказала, что мне очень это хочется. Он мне сказал через месяц. Едешь в белые столбы. За него он не мог поехать, значит. И я ему сказала, нет, я еще не готова. Он говорит, я предлагаю только однажды. Или ты едешь сейчас, или ты не поедешь никогда. Ну, естественно, я поехала. Сколько лет-то было там? Лет 22, да? Сколько у меня было лет? Ну, не 18, не 16. Нет, нет. Я уже закончила, я получила высшее образование. Ну, 22, да. Педагогическое. Ну, было, может быть, чуть погольше. Угу. Угу. Уже взрослый человек. Взрослый человек, отдававший себе полный отчет в том, что будет, если не смогу перевести с хода три фильма. Ну, да. Но, с другой стороны, а если больше не позовут? Да. Вот это было сильнее. Угу. Вот с этого началась моя переводческая карьера. Этот день я пережила. У меня было такое ощущение, что я занимаюсь ченнелой. Справились в этой группе? Справились. Да какие фильмы были? Я до сих пор помню. Причем очень старые копии, старая техника. Это все трещало. Да, да, да. Вот этот звук. Да, да, да. Легкие трески. Значит, были Мэш. Представляете? Ну, есть такой сериал Мэш. Мобайл. Я сейчас не помню, как расшифроваться. Это действие происходит во время Корейской войны. Это такой, как ситком. Комедийный фильм. Был такой сериал на телевидении, который по сей день крутят с популярными актерами. А из него сделали фильм Мэш. Значит, там сплошной жаргон. Действие происходит в армии. Ой, 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 ой. Это полевой господин. Армейский юмор. Да, да, да. Значит, это был один. Веселый, да? Второй. Он веселый. Но, представляете, все американские реалии, юмор их. Второй был фильм The Last Detail. Последний наряд. Тоже дело происходит в армии. Третий был Hair. Мюзикл. Волосы. Угу. Вот три фильма подряд надо было выдержать. Ну, вы же не пели там? Нет, не пела. Не пела. Но почти что плясала. Вот. Так что вот так. Ну, подождите. А вот с этой деятельностью вам удавалось за границей побывать? Да, я начала выезжать. Я начала выезжать, сейчас вам скажу, в восемьдесят... В восемьдесят пятом пришел Горбачев. Да. Началась Горбачевские перемены. И вот в это время я начала выезжать. Я ездила с писателями много. Я, знаете, в какой стране даже побывала? В Северной Корее. Да как там? Подождите, с каким языком-то вы там? С английским. Там была международная конференция писательская. Писателей стран Азии и Африки. И было несколько кабин, в том числе арабская, ну, естественно, корейская, английская, французская, испанская. Там было много языков. То есть вы должны были сидеть в английской кабине и переводить на русский? На русский и с русского на английский. И, значит, как в Северной Корее было накануне, ну, за несколько лет. Может быть. А может быть в 85-м году как раз было. Я читала, на английском мне кто-то подарил, книгу роман Орвелла в 84-й год. Что? И когда я его читала, у меня наступила глубокая депрессия. Казалось, что сюр. Не только сюр. Не только сюр. Ведь это была пародия на Советский Союз. На отношение Америки к Советскому Союзу. Да. Ну, и на то, что происходило в Союзе. Да, да. Так сказать, контроль мысли там и прочее. И я считала, что да, это Советский Союз. Вот такая картина нарисована, очень удовольчающая. Потом, когда я поехала в Северную Корею, первые мои слова были – нет. Это он не про Советский Союз писал. Он писал про Северную Корею. Потому что там это было доведено до полного абсурда. Но это было очень интересно, очень поучительно. Как идеология промывает мозги гражданам. Мы, как люди, могут совершенно бездумно принимать как данность все, что им преподносится. Я бы сказал, они не первые и не последние. Да. Ну, не будем о грустном. Ну, так хорошо. Значит, все-таки вы поездили так или так по чуть-чуть? Или только по соц. Я поездила. Я начала с Болгарии. Я помню, как-то еще партком меня вызывал. Хотя я не была никаким членом партии. И разбирали. Да. Достойно ли я поехать в Болгарию. Представлять Советский Союз. Да. Да. Уже по вам будут судить о всей стране. Ой. Не говорите. Вы как болгарка такая, темненькая. Давай. Я поездила по интересным местам. Я была в Африке дважды. Я была в Ганне. В Ганне и Конго Браззавиль. Угу. Ребята не знают. В то время на карте было Конго Браззавиль и Конго Киншаса. Киншаса. А до этого она была Леопольдвиль. В честь короля Леопольда. Она Киншаса стала попозже. Да. В Индии была за короткий промежуток времени раз шесть. Угу. Ну там это говорили. Там пхинди, руса, бай-бай. Нет. Обошлось. Обошлось. Я встречалась с Радживом Ганди и Соней Ганди. Когда живой был. Да. Красивый мужик? Вы знаете, он был очень интересен не только своим внешним видом. У него было молодое правительство. Угу. У него были хорошие идеи. И, кстати, в день, когда на него было совершено похушение, я с Шеварнацци была в Лос-Анджелес Таймс в редакции. Уже в США? Да. Да. И у него было интервью с главным редактором. И в этот момент вошли и объявили о том, что было совершено покушение на Радживо. Радживо. Угу. Да. Они были хорошо знакомы. Я помню, как он был очень огорчен. Ну конечно. Шеварнадзе там свой человек. Ким Ир Сен там. Нет. Шеварнадзе уже здесь мы. Здесь я работала с ним. А уже вы были соединены. Вот. Так что вот так вот. Ну так что уехали? Что уехала? Раз, пять лет назад. Да. Взяли и уехали. Вы знаете, у меня был очень интересный опыт. Я первый раз приехала в Америку в 89 году. Меня пригласили переводить на двух конференциях в Эссалене. Эссалене. Эссален, который находится в Big Sur. Угу. Слышали про такое? Нет. Такое место. Нет. То есть Big Sur как бы известное место? Да. Известное курортное красивое место. А Эссален славился тем, что назывался это институт. Это очень красивое место на обрыве, над океаном, где проводились самые различные тренинги по развитию личности, эзотерические и прочее. Хорошо. То есть наши ребята там. Славились они еще нудистскими банями и горячими источниками. Но, что мало кто знает, это то, что в Эссален был институт советско-американских отношений. Такой нон-профит какой-нибудь частный, да? А чем к баню пришел, нудистскую, там, пивка с обрыва смотришь, и думаешь, вот она там, раша-то с той стороны. Да. Нет. Ну, действительно, они проводили очень интересную работу. И когда-то я переводила для директора этого института еще в Москве. И меня пригласили на две конференции, они были back-to-back, одна за другой. Одна была по социально-экономическим реформам, то есть перестройке, горбачевские реформы. А другая была еще, на мой взгляд, более интересная. Это был 89-й год. Сталин и проблема тирании. А подзаголовок был, почему люди любят, почему народы любят своих тиранов. Вот это было очень интересно. Ну, понятно, да. Вот. Так о чем мы говорили? Мы говорили, что уехали-то. А, что уехала. И в тот приезд я встретилась, вот отдельная история надолго, очень интересная. Встретилась с людьми, которые потом стали моими американскими приемными родителями. Мы с ними в Москве были знакомы два дня. Я была их переводчицей. Энн и Гарри Фройлих. Потом мы встретились здесь. Это отдельная история, как я их нашла. Я когда ехала сюда, я по тем временам даже не понимала, 89-й год, что в Америке не надо визы, чтобы поехать в другой город. Потому что в России буквально до недавних дней надо было в каждый отдельный город иметь визу и назваться. Прописать ее там где-то. Она должна быть прописана. Если вы ехали в Москву, это не значит, что вам можно было поехать в Санкт-Петербург. Ну да. Или куда-то на Дальний Восток. В Дальний Восток еще закрытый был. Да. Вот. Значит, я приехала сюда. Меня встречали уже после конференции мои американские друзья. Я поездила по Америке. Меня другие друзья встретили на Восточном побережье. Мы уже имели связи. И было очень интересно. Они меня спросили, а ты не хочешь остаться? Угу. На это я ответила, нет, что вы. У нас так интересно. У нас Горбачев. У нас реформы. У нас такие перспективы открываются. Угу. А через месяц-полтора я вернулась. И я стала замечать, как на Горбачевские реформы стали очень сильно наступать. Как подняла голову организация под названием «Память». Помните? Помню. Конечно, да. И у меня даже был такой интересный опыт. Я в качестве переводчика попала в Дом литераторов. Кстати, я по работе часто бывала. Но тут мне позвонила американская журналистка, с которой мы были знакомы. И сказала, что она хочет взять интервью у Татьяны Толстой. Угу. И что Татьяна пригласила на открытый микрофон, где собираются писатели в поддержку реформ. Угу. В том числе Рождественский, Вознесенский, Белла Ахмадулина. И что она там будет? Вот, приходите. Я оставлю на полбилет. Без пропуска нельзя было пройти в Дом литераторов. Конечно, конечно. В Дом литераторов. И, значит, мы пришли на эту встречу. Там такой ресторан все бы пришли. Да, да. Но! Это был тот самый, это, по-моему, был январь или февраль 90-го года. Вот то самое событие, если вы помните, был некто Смирнов Асташвили, который устроил погром. Его посадили. Да. А потом он, так сказать, якобы покончил с собой. Вот я в это дело попала. Вы попали в эту акцию? Да. Да. И я помню, как моя журналистка меня толкала локтем и говорила, а-а-а, как интересно. Там избивали писателей, стаскивали со сцены, отключили микрофоны, а этот Асташвили в рупор, в мегафон кричал. Мы сегодня пришли с мегафонами, а 5-го мая, я помню, он назвал число, 5-го мая мы придем с автоматами. А дальше он требовал, чтобы все вышли, закрыли все двери и все выходили через одну дверь, и мы вас всех переписывать будем. Мы придем к вам домой. Ну, вот было такое событие. Живая история, друзья. Ну, я думаю, что вот это может быть даже мало кто помнит. Вы знаете что, я вот на днях разговаривал с психологом, он у нас сейчас гостит и обучает нас кое-каким вещам. И он сказал, что, вы знаете, вот я, говорит, общаюсь с очень многими образованнейшими молодыми людьми, которые вот учатся там и туда и сюда. И он говорит, вот что я заметил, а речь шла о том, что вот как бы между поколениями какое-то знание теряется. Вот, и там я говорю, вот скажешь какой-то мичуринец, вот например, там люди малыш 40-ка не знают, кто такие мичуринцы. Они тут невозможно рассказать. Ну, отдельно, у меня есть мичуринцы. Ну, и значит, он говорит, вы знаете, говорит, Михаил, помимо вот этого, я хочу сказать, что большинство людей, которые у меня молодых попадались, очень образованных, которые знают, я не знаю, чего они только не знают, но вот, говорит он, куда впадает Волга. Они не могли сказать точно. Очень многие. И я думаю, ну, какая лажа, ну, порною. Вот. И сегодня с утра, знаете, проделал эксперимент на женщине, образованной, там, со всеми делами, лет 36. Она не была уверена, она сказала, что в черное. Потом там кто-то постарше подправил, говорит, что Каспийская. Ну, Каспийская, говорит, какая разница. Поэтому, чего им там, про какого-то, там, погромщика, там, да. Ну, вы помните? А, говорит, зачем? География, не дворянская наука. Это сейчас так, ну, может быть, уже не изучают? Говорит, когда извозчик-то есть, чего? Да, говорит, извозчику скажешь, он довезет. Сейчас у нас GPS. Недоросль, такая вещь, она называлась. Недоросль господина фон Визина. Очень, очень хорошая вещь, почитайте, если настроение будет, очень смешное. Если найдете. Ну, в интернете все есть, да. Меня больше всего там потрясало, знаете, какой момент? Там, значит, папенька и маменька, это недоросль, у него родители есть, значит. И вот маменька жалуется, что вот она там, ну, папеньку там, расстроилась и его мутузила папеньку. Ну, и спрашивать его, вот как ты, мол, относишься к этому? Он говорит, мне так было жалко, говорит, так. Кого ж тебе было жалко, деточка? Он говорит, вас, маменька, вы так устали, колотя папеньку. Вот, это бесподобная вещь, почитайте. Да, маменька, шею под какой кольтерем мыть? Большой или маленькой? Петрушка вечно ты с обновкой, да? Оттуда? Да. Ну, хорошо, значит. Так вы меня спросили, от чего я уехала? Да. Вот журналистка меня толкала локтем и говорила, что происходит, как интересно, что говорят, да? А у меня все было как в замедленной съемке. Но вы синхронно переводили? Ну, переводила. Ну, одновременно с этим у меня, знаете, вот… У меня не было страха. Угу. Но у меня было ощущение, что мне это все уже не интересно. И что я хочу, чтобы моя дочь жила в других условиях. То есть вы как-то отгородились так? Ну, да. Да, вот тогда я приняла решение, что я уеду. Я думаю, что я уезжала не от чего-то, а ехала к чему-то. Хотя очень многие люди как раз наоборот. Они не очень знали, куда ехали, потому что они не были никогда за границей. Но они ехали от чего-то, нежели к чему-то. Я не думаю, что я ехала от. Я ехала к… Угу. А вы? А мы, знаете как, поскольку я там был предпринимателем таким небольшим, и это было все так прикольно. А чем вы занимались? Образовательные услуги. Образовательные услуги. Вот. А я же автор метода быстрого обучения машинописи. Ага. Вот. Да. И у меня в «Науке и жизни» был большой сериал в трех номерах. Это большая известность. Трехмиллионный тираж. То есть нас очень хорошо знали по всей стране с товарищем. И, значит, соответственно, мы для кооперативов готовили преподавателей быстро. В общем, скажем, если я посажу класс 30 человек на механических пишущих машинках, они будут через 4 часа все 30, будут слепую писать. Но не быстро, там может быть, знаков 30-40, но слепую. Это было почти недосягаемым счастьем по тем примерам. То есть я занимался разработкой методов быстрого обучения. Плюс появилось свое хозяйство. Я уже стал других людей привлекать. Мы там педагогическому мастерству учили работников в тех училищ. Там много рабочих, которые мастерами работают. И у них нет педагогического образования. А были люди, которые занимались передачей педагогического мастерства. Вот на таком уровне, на котором можно было это сделать для простых ребят. И вот я снимал там какие-то дачи, санатории. И там, значит, они съезжались со всей страны. То есть было очень много таких. Было очень интересно, так необычно все. И полиграфическая какая-то деятельность. Не хочу рассказывать. Криминал сплошный. Взятки, взятки, взятки. Ужас, ужас. Ну и что же вас сподвигло? А вот взятки. Мне так мерзко было взятки давать. Они, главное, не обижались. Я думаю, они должны же обидеться. Вот приходит человек, взятку даешь. А они обижаются, если ты не даешь. И, в общем, это было так мерзко, что я вдруг начал понимать, в какой стране живу. Я не понимал. Но я был там научный сотрудник, человек понимал. Вот. А тут уже совсем плохо. Я думаю, надо. И появилось ощущение, что посадят. Ну, вот то, что случилось с ГКЧП, это было то, чего я боялся. Ну, оно вот как-то не удалось до конца, да? Три дня и развалилось. Но, как бы, понятно было, что к этому идет. Вот к чему-то такому идет. Откат какой-то будет и уже не пощадят, знаешь. Поэтому надо было как-то решать этот вопрос. И самое интересное, что когда ты уже подал документы, это такая борьба внутренняя. Но когда ты уже подал на отъезд, вот подал, пошли бумаги. Вдруг время ускоряется чудовищно. И ты уже не можешь дождаться того дня. И вот вопрос типа, а может, останетесь? Может, останетесь. Может, не поедете. Ты думаешь, боже, откуда эти люди? То есть, мы сегодня на проводы ходили. Такое время было, если вы помните. И вот там идешь на проводы, там человек, там брат отъезжающего. Устроен, все хорошо. Он говорит, я никуда не поеду. Встречаешь его на других проводах через три месяца. Он уже в подаче, он уже ни одного дня не может здесь лишнего оставаться. Он уже весь там, он уже там ходит, я не знаю, на свои деньги отоваривает, что там можно было. Даже был перечень этих жестовских подносов, там три, значит, на семью. Я ничего этого не проходила. Ну, мы тоже, потому что у нас денег особо не было. Но, то есть, как бы наличку мы получили очень поздно. Потому что, в основном, у нас как бы в автомобиле все было. Мы когда продали автомобиль, появились деньги, мы просто родителям оставили. И ничего нельзя было везти. Вот я помню, там разрешалось, вот видите, у меня руки. Разрешалось пять золотых предметов. Каждый не больше двух грамм, и не дороже сколько-то рублей. И вот люди бегали, а купить-то негде. И вот у меня было там колечко обручальное, когда за 42 рубля я купил. Там за 15 лет до этого. Ну и все. Ну и вот, что-то мы даже прикупили пару чего-то такого там непонятного. Но нормативы, на чего можно вывезти, менялись постоянно. Поэтому ты можешь купить сегодня колечко, а уезжаешь ты через три месяца, норматив меняется. Знаете, я ничего этого не проходила. Я, когда приняла решение уехать, я не знала, как это получится. И долго ждать мне совсем не хотелось. И случилось так, что меня снова пригласили в Соединенные Штаты. То есть вы уже остались тут просто. И я ехала и знала, что я останусь. Подождите, а муж и дочь? Я знала, что я вывезу дочь. Значит, я не буду сейчас рассказывать, как. Это отдельная история. И это не имеет никакого значения. Но я сюда приехала с одним чемоданом, двумя сменами одежды. Все остальное были словари. Ни разу ими не воспользовались. В то время на раз давали политическое убежище, в общем-то. Когда СССР еще не развалился, это было довольно легким делом. Ну, мне не казалось, что это было легко. Может быть, в сравнении с тем, что происходит сейчас, это кажется легче. Но я уезжала, поэтому и проводов не было. Я просто позвала самых близких, позвала своего брата. Сказала, приезжаю, мне надо поговорить. Сказала, ребята, я уезжаю. И мои планы не возвращаться. А мы ехали на машине с приятелем по каким-то страшным закоулкам. Где-то там на Москваре какие-то склады, склады. И там какой-то был магазинчик. И мы... Смотри, очередь стоит. Ну, там человек десять. Винный. И мы зашли туда. И купили две бутылки коньяка белый аист. Это было... Ну, по тем временам вообще все было дефицитом. А тут целый белый аист. Вот. Тогда еще не было, как сейчас. Там весь липовый, настоящий. Ну, и мне товарищ говорит, давай возьмем, потому что проводы же. Там люди будут приходить. У нас не было проводов-проводов, но просто люди по одному приходили. И, значит, две бутылки должно хватить. С учетом национальности потребляющих. Короче, кончилось тем, что одну мы привезли с собой. А вторую полбутылки там осталось. И кто-то забрал. Ну... Стыдно. Стыдно, друзья. Да. Fast forward делаем, да? Перематываем быстро вперед. Давайте. Через шесть дней вы отмечаете 25-летие в Америке. У нас две даты. У нас 25 лет в Америке и одновременно 40 лет, как мы женаты с супругом. Тоже в это же время? В один день. Когда мы брали билет, там было несколько дат на выбор. Ну, и она так видит совпадение. Она говорит, ну, давай сюда. То есть, как бы два хороших события. Я вас поздравляю. Спасибо. Две хорошие даты. Да. Я думаю, откуда? 40 лет вроде. Я и не жил столько. Ну... Ну, в общем, да. Конечно. Да не открутишься. Не открутишься. Не открутишься. Поскольку тут у нас молодежь сплошная. И вот это вот состояние такое юности. Вот я себя чувствую намного моложе. Просто потому что они вот вокруг такие 25-27-28-32. Ну, вот такие. В основном. А как-то мы на Крузе были, на Аляске. Я там самый молодой был. И там с палочкой люди, и в колясочках. Вот этих вот инвалидных. Да. Но в круизы любят есть пенсионеры. Да. Это так депрессивно. Это просто ужас. Еще раз поедите в круиз. Мы сейчас поедем в круиз довольно скоро. Но мы поедем в большой компании в 24 человека. Вот по Карибу. Вот все местные. Значит, мы тут все соберемся. Там полетим на Пуэрто-Рико. Оттуда уже на корабле. Вот. И поскольку у нас уже 24, то там весело будет. То есть, как бы нам... Не зависите от всех остальных. Мы своя компания. Ну, тоже там пионеров-то нет. И комсомольцев тоже. Тут народ постарше. Ну, и как эти 25 лет пробежали? Ну, это сложный вопрос. Потому что, с одной стороны, думаешь, это вообще не я прожил эти 25 лет. Это как бы не со мной случилось. С другой стороны, ты думаешь, нет, все-таки со мной. С третьей стороны, ты думаешь, эти 25 лет, там не одна жизнь, а несколько. Вот с этим я согласна. Вот как-то так. У меня был период 15 лет назад. То есть, мне было лет 45-46. И вот когда обвалился интернет-бум, и наша школа превратилась в ноль. То есть, это была школа... Когда крак доткомов. Да. Сама по себе школа была, перед тем, как все это развалилось, школа была двухмиллионным бизнесом. Пооборот. Скажем, в 2000-м году это был двухмиллионный бизнес. А в 2004-м это было 72 тысяч. Это оборот. Это еще не доход. Нет, это просто грязное. При том, что 60 тысяч стоило помещение. Да. Ну, понятно, да. Вот. Поэтому, в общем, мы стали заниматься страхованием. То есть, вот как бы еще одна жизнь началась. Я 7 лет был страховым брокером. И потихонечку, вот по 3 человека мы там учили эту школу. Я не бросал. Я чувствовал, что когда все вернется, мы останемся одни и соберем весь урожай. То есть, как Форест Гамп. Знаете, там все шримпы собрал. Да, да, да. И посмотрите, вы оказались правы. А никто не знает. Ну, хорошо, что так вышло. Да. То есть, мне оттуда команда была не сдавать. Да. Прислушивайтесь к интуиции. А я только ее и слушаю. Да, я тоже. Начнешь рассуждать, то хуже будет. И в то время мне казалось, что... Мне было лет 45-45, но вот такая невостребованность, после такой безумной востребованности. И мне было ощущение, что наши ушли. Меня тут забыли. То есть, я должен был куда-то уйдеться, в другую жизнь какую-то, в новую. Ну, что-то такое. А меня забыли. И вот я хожу, а наших нет. Все это хайвые, пустые. Все это вот разъехались, эти ищванпи, у них работы нет. Они разъехались, хайвые, пустые. Значит, там студентов нет. Думаю, а где я? Это продолжалось года два такое состояние. Потом как-то вот я вынырнул и дальше пошел. А сейчас у меня снова такое состояние, что я на пороге чего-то очень... Какого-то витка следующего. Вот, не знаю какого. Даже не догадываюсь. Есть догадки, но я не знаю как и что. Мы сейчас проверяем эзотерическими, так сказать, методами. Вот, так что... Да, у меня тоже было ощущение, что я прожила две жизни за одну. А у вас этапы были или как? Вот одна жизнь для меня это та, которая осталась в Москве. А другая с моментом пересечения границы. То есть у вас в Америке одна жизнь? Совершенно иная. Да, и когда я приезжала, я первый раз поехала в Москву через 4 года по приезде сюда. А паспорт у вас какой был? Американский. Ну, на тот момент у меня была грин карта, да? То есть вы не въезжали в Россию с паспортом СССР? Никогда. Никогда. И у меня было очень интересное ощущение. У меня остались там близкие друзья. С одной подругой мы по сей день, наверное, хотя бы раз в неделю встречаемся на скайпе. Хорошо. Да, то, что когда-то казалось фантастикой, видел телефон. И у меня там наступало просто состояние раздвоения. Когда окружающие меня воспринимали той, которой они меня знали и помнили. А вы же другая. А я совсем другая. И вот это вот, знаете, как бы существование в двух… Сюр такой. Наступает сюр, да. Ощущение, что мозг перенакаляется. Потому что они… Как мне казалось, я еще могу понять их, а они уже не могут понять меня. Хотя у нас сохранились очень теплые, добрые отношения. В свое время, когда там было очень тяжело, чем могла, помогала. И посылки отправляла, и деньги передавала. О, я помню, был бизнес тут популярный в начале 90-х, когда они продукты отдавали. Они даже не слали их отсюда. А они просто деньги брали тут, а там… Людям доставляли. Приносили продукты. Да. Был такой популярный бизнес. Родственникам там, друзьям. Я знаю, что это даже не бизнес был, а это была русскоязычная община, старые русские, как мы называем, которые через Харбин когда-то приехали. И я работала с делегацией по линии Госдепа. Я уже через год работала в Госдепартаменте в США. И одна из поездок по линии Госдепа нас привела туда, на Русскую речку, там где-то там община, еще выходцев старых русских. Софранцузской еще есть. Да, да. И кто-то из них, мы разговорились, и я сказала, что у меня там осталась подруга, у которой просто бедственное положение. И она верующая. А у них был какой-то канал организованный, они помогали верующим. Это, может быть, не большая была помощь, но это то, что их в тот момент, но это было начало девяностых, спасло от голода. Где-то, наверное, девяносто второй год. Вот даже так? Да, 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 да. Вот, так что, конечно, много было интересного, но вот было ощущение, что это две совершенно разные жизни. Прожитые за одну. Ну, у меня в Америке как бы две. То есть та, которая там была, это отдельная, это третья, получается. Как бы американских, до интернет-бума и после у меня такой. Но я написал такое, как бы сказать, воспоминание. Это не было задумано, как какое-то такое произведение. Просто я на форуме, где люди общаются. Я вдруг начал это все писать. И за пару недель в основном его написал, но потом еще месяцев несколько, по чуть-чуть там дописывал, и получилось там 30 авторских листов. То есть такая серьезная книженция. Вот мы ее сейчас публикуем. Буквально вот еще неделька-другая она выйдет. Там где-то 700 страниц, она не стандартного формата, а побольше. То есть начинали все с блога? Это не был блог, это форум. Но там на форуме, на форуме там много историй. Ребята приезжают, начинают рассказывать, как они приехали, сняли квартиру. А я уже 20 лет тут. Ну, я же не могу с ними толкаться на этом поле. А потом один из создателей этого форума, он тоже написал про себя, как он приехал уже какое-то время назад. Я думаю, ну, наверное, такой формат тоже. Приемлем, раз есть такая история тоже. Я думаю, напишу-ка и я. И вот я сел, я думал, что неизвестно, сколько будут писать, но оно так рвануло, как полотину снесло. То есть за один раз вы написали всю историю? За две недели я написал процент, скажем, из 30 авторских листов. Ну, это было с продолжением, инструмент? Конечно, вот подряд, вся история. Как мы ехали, приехали, что было. Оно у меня там сидело, я теперь не смог бы написать. Оно вышло все куда-то, и я уже не помню ничего. Я вот так читаю, думаю, нормально, но я бы уже не написал. То есть должен быть выход какой-то этого. Вот. И, значит, вот я написал эту историю. И потом, я вот сейчас думаю задним числом, что там как бы тоже несколько жизней. Вот когда приезжаешь, там мешком по голове пыльным стукнутый такой советский человек, потом как-то ты адаптируешься, потом ты уже как бы берешь на себя, ну, как бы уже такую ответственность более серьезную. А потом ты уже как бы в ответе там за остальных. И вот это очень, это очень такие этапы. И быстро происходит все, очень быстро. И когда тебе 19 лет, ты не замечаешь там, любую нагрузку тащишь. Но когда я приехал, у меня было там уже 35, я практически не говорил по-английски. Там, ну, я не знаю. Был один дяденька, он на мои слова о том, что вот там я иду в Америку, он сказал по-английски. Я говорю, ну, как-то вот я с преподавателем занимаюсь, сказал я. Он говорит, ну-ка, скажи мне, а он был грамотный. Он говорит, скажи-ка мне, моя мама инженер. Ну, да. И я в полной уверенности, что я, ну, эту ерунду-то я могу. Я ему говорю, my mother инженер. Он говорит, ну, да, говорит он. Наполовину по-русски. Ну, слова-то я знал, как бы, да. Ну, а уж там, вот этот руинглиш. Вот этот вот. Да. Я его называю руинглиш. Руинглиш. Ну, а у меня называется руин. Так сказать. Да. Это называется русский. Английский еще не выучил, но русский уже забыл. Ну, я когда-то это подцепил, когда тут был один китаец, у меня знакомый, сказал, что его родители говорят на чинглиш. Угу. Спэнглиш. Спэнглиш. Чинглиш. У меня вот чинглиш. Руинглиш. Вот так вот русский вариант. Руинглиш. Да. Руинглиш. У меня не было проблемы с языком. Я, после того, я приехала уже синхронным переводчиком. Но помните... С работой. Вот я об этом. Помните год, в который мы приехали? 91-й, да? 90-й? Нет, 90-й. 90-й, да. И у вас 90-й. Весной 90-й, а я в ноябре. А вы в ноябре. Была же экономическая рецессия. Только начиналась. Да. И я очень хорошо помню, как жена одного моего дальнего родственника мне сказала, ну и какая у тебя профессия? Тут или там жена? Здесь. А, окей. Ну и какая у тебя профессия? Угу. И что ты умеешь? По-английски говорить? Угу. Мы тут все переводчики. Иди мой посуду. А это много придуроков-то. Да. Те, кто... Ну, а вообще... Она, видимо, недавно в стране была. Потому что если бы она была... Нет. Они были приличное количество лет. Они были лет 15-20, но я думаю, что, наверное... Ну, наверное, просто ограничены. Просто ограничены. Ну, наверное. Наверно. Ну, вот мы сейчас все это вспоминаем. А как вы думаете, кому это все интересно? Я думаю, что ребята, которые на нас смотрят... Я не знаю, вот кто смотрит ваш канал, что у меня-то народ в значительной степени ориентированный на иммиграцию. Они играют в лотерею, они, может быть, уже выиграли, или они собираются там приехать, подать на политику. Хотя есть люди, которые просто... Ну, им про Америку интересно, или что-то такое не политическое, не озлобляющее такое, не сталкивающее. Вот там смотрят разные люди, но все-таки есть такой вектор очень сильный. Поэтому... Они по этому книжку мою читают, что они хотят представить себя вот там. Ну, вообще, всякий человек более-менее развит, и его интересует история вопроса. То есть он хочет понять, вот сегодняшний день откуда взялся. Потому что это позволяет немножко вперед заглянуть. Да. Но мы с вами приехали 25 лет назад. Да. И кто-то смотрит и про себя думает, или говорит вслух, ну а что мне с того, что было 25 лет назад? Так сказать, к чему вообще мы об этом рассказываем? Мы рассказываем, потому что нам интересно. Раз. Да. Второе, мы рассказываем, потому что мы знаем, что тот, кому интересно, посмотрит. Тот, кому не интересно, не посмотрит. Он все-таки чужим будет смотреть. Ну, а как вы думаете, насколько актуален наш опыт тому, кто об этом думает только сейчас? 25 лет спустя. Вот что актуального в том, что прошли мы для тех, кому может быть вообще-то только 25 лет? Я думаю так, что отношение к проблемам. Мы можем читать графа Монте-Кристо. Так? И нас может интересовать не только занимательный сюжет, но вот допустим люди там, и как это было. Мы можем читать что-нибудь более такое. Слушайте, люди читают Ветхий Завет. Уж казалось бы. Уже... Но я надеюсь, что наша история не такая древняя. Нет, не такая, но я говорю, слушай, 3000 с лишним лет, 3000, сколько там, 300, как вышли из Египта. И до сих пор вспоминают каждый год. Понятно? Вот. Поэтому, значит, там есть что-то такое, что сегодня нас тоже интересует. Это там доблесть и предательство, и трусость, и торжество духа, и так далее. И мы такие же люди, как те, что сейчас. И мы переживали, как все живые люди всегда переживают. Поэтому, может быть, они какую-то силу найдут для преодоления чего-то. И многие у них нет ответа на вопрос, можно ли вообще выехать в другую страну и состояться. Потому что вот эту вот посуду мыть, да? Им же все говорят, приедешь, будешь посуду мыть? Кому ты там нужен, правда? Что ты умеешь. Что ты умеешь. Да, это другая страна. Там вот мексиканцев и так достаточно. Я не знаю, кого там еще сейчас. Вот сирийских беженцев привезут. Ты зачем там нужен? Вот. Поэтому я думаю, что в этом смысле. Я не знаю, мне просто самому интересно. Но я вижу, что просто люди, которые у нас собираются на канале, им интересно примерно то, что и мне. Иначе бы они там не смотрели. А вот я хотел связь понять между тем, что вы были синхронным переводчиком, может быть, остаетесь. И все-таки вы стали переводовать английский. Вы знаете, я всю жизнь объединяла две профессии. Синхронный перевод и преподавание живого, реального, английского для определенной цели. Не вообще абстрактно, а для того, чтобы человек мог путешествовать, для того, чтобы мог трудоустроиться. Я много преподавала тем, кто еще в Москве, а собирался уезжать. И я это сохранила на всю жизнь. Я по-прежнему синхронный переводчик. Активно работающий с очень интересными людьми. И все новое, что я узнаю, я несу в свой класс. Теперь уже у меня класс онлайн. Я переместила это все. Хорошо, что, понимаете, когда взял чего-то награбленное. Не награбленное, а собранное. Совсем разные вещи. Когда собрал. Невозможно же держать. Конечно. Должен быть выход. Конечно. Я очень люблю это сочетание. Знаете, я потомственный учитель. У меня бабушка проработала больше сорока лет в школе. Мама. И я пошла по их стезе с одной стороны. Но я не хотела быть просто училкой. Я люблю творчество. Я люблю все время что-то новое. И мне было страшно интересно людей научить тому, что пригодилось мне в жизни. А вот давайте я вам так вопрос поставлю. Значит, есть очень-очень серьезное противостояние изучению такого живага, великоанглийского языка, значит, со стороны людей, которые получили формальное образование лингвистическое. И они пытаются учить других людей так же, как учили их. Совершенно верно. Они должны вот это туда, это сюда, это сюда. Да. Причем, когда они сами говорят по-английски, ты не скажешь, что они говорят как местные, нет? Нет, совсем нет. Их хорошо слышно. Да. И не только по тому, как они звучат, но и по тому, как они и фразу могут строить и так далее. То есть ты понимаешь, что это какой-то книжный язык. Он даже не книжный. Знаете, книжный это было бы еще, это было бы, скажем так, комплиментом. Да. Он не книжный. Он тот самый очень часто рунглиш. Да. Безо всяких обид. Чисто объективно говорю. Потому что, к сожалению, учили как? И продолжают учить. Слова отдельно. Грамматические правила отдельно. Продолжают думать по-русски. И не мотивирующие задачи, которые... Абсолютно. Удаленные от жизни максимально. Ну вот представьте. И, между прочим, в американских школах для взрослых повторяют почти что ту же схему. Вот на всех этих бесплатных ESL классах для взрослых и adult schools. Принцип какой? То есть у меня такое ощущение, что... Правда, причины разные. В Америке причина простая. Знаете, я когда-то... Когда вот только приехала, им надо было найти любую работу. Значит, одна из... Одна из вещей, которые я сделала, я подтвердила свой диплом преподавательский. И я уже готова была преподавать в школе, хотя никогда в школе я работать не хотела. Угу. Я хотела... Творчески, самостоятельно. Я знала, чему надо учить. Но в рамках, так сказать, всего этого процесса требовалось, чтобы я подтвердила свою квалификацию преподавателя ESL. English as a second language. И меня направили. Значит, мне сказали, что вот я должна пройти там этот курс. То есть я пошла в UCLA на специальный курс, который готовил преподавателей английского в качестве иностранного или второго языка из людей, которые были далеки от этого. Да. Я видел таких педагогов. Да. И это даже часто были не педагоги. Да. Это люди, которые остались без работы, они искали какой-то там вариант. Носители языка. Угу. Угу. И их обучали. Значит, была профессора UCLA, которая читала этот курс. И вот мы сидим на занятии. И она говорит, взрослого человека учить надо так. Она поднимает ручку. Я клянусь. И говорит, поднимаете предмет, показываете ручку и говорите, this is a pen, this is a pen. Повторяете три раза. Да. Значит, я это все слушаю. Я не выдержала. Поднимаю руку. И ей говорю, вы знаете, я при всем уважении вынуждена не согласиться. Да. И я единственная, кто, так сказать, осмелился с ней не согласиться. Я говорю, вы знаете, взрослый человек, приезжающий в эту страну, в первую очередь нуждается в работе, он нуждается в жилье, он нуждается во всех тех вещах, которые нужны человеку, который родился в этой стране. Разница в том, что он не знает, как на языке, на английском языке, это все выразить, сказать и сделать. То есть вы по содержанию не согласились, что там ручка… This is a pen. Да. Я говорю, сколько у вас уйдет времени, чтобы от this is a pen научить человека пройти интервью, собеседование. Она на меня посмотрела и говорит, нет, нет, так учить нельзя. И продолжает, значит, в том же ключе. У нее же утвержденная программа. Но подождите. Но она была не глупым человеком. И в какой-то момент она сообразила, и она мне говорит, я так понимаю, что у вас большой опыт преподавания английского. Я говорю, да. Кому вы преподавали? Я говорю, в основном русскоязычным. А какое у них образование? Я говорю, ну, в основном люди, которые приходили ко мне, у них было либо высшее, либо, ну, как минимум, среднее специальное. Она говорит, а-а-а, а у нас программа ESL рассчитана и исторически, корня, на эмигрантов из Латинской Америки, бедных, которые никогда не получили образование на родном языке. Поэтому им надо объяснять как детям. Это вот, так сказать, корни американской системы обучения английскому языку. Для иностранцев. Да. А российской идет, на мой взгляд, от того, что, знаете как, увековечение начали учить этих учителей. Учителя так учат последующих. Все время верят в то, что нужна языковая среда. Что вот если они съездят там в Америку или в Англию на месяц, они вернутся англоязычными. Этих заблуждений очень много. От того, что знаний мало тому, как надо учить живому языку, начинаются амбиции, начинаются утверждения, что мы британскому не учим. Хотя в Великобритании такая же будет система. Если они приедут туда, они тоже не будут понимать, что там говорят. Начинаются мифы о том, что американский, английский, британский, английский – это два разных языка. Австралийский еще другой. Я это называю так. Little knowledge is a dangerous thing. Малые знания – опасное видение. Мое видение такое. Я, как человек, как-то углубленно изучавший историю педагогики, в свое время мне очень интересно было, я бы выбил из такого места. Образование, как сфера общественной жизни, образование изначально существовало для очень узкой группы людей. То, что мы называем «отобранный контингент». Князья, дворянь, бояль. Или элита. Элита. Эксклюзивно и элитарно. И вот, значит, у них были… Да, откуда они говорили по-французски? А у них гувернер был из Франции. И они, естественным образом, говорили по-французски. Гувернантка. Соответственно, дальше вот лицей, где Пушкин учился. Ну, так их же было мало. Это же были абсолютно избранные люди. Посмотрите, какие они стихи писали после лицея. А кто ввел уроки в лицее по литературе? Жуковский. Вот было дело. Значит, теперь. Дальше что происходит? Ставится все более и более массовым. Значит, когда школа не массовая, как учили читать? Аз, буки. Алфавит учат. Аз, буки, веди. Значит, вот попробуй слово «баба» прочитать, если у тебя буки аз, буки аз. Сделай из этого «баба». Понимаете? Это можно только тогда, когда абсолютно ограниченный контингент людей достаточно способны, чтобы пробиться через эту ерунду. потом Ушинский. Ушинский. Гений в педагогике. Действительно потрясающий человек. Он, значит, по буквам начинает. Говорит, надо по буквам. По звукам. По звукам. По звукам. По звукам. По звукам. Это уже потом уже в наше время. Там была методика, где по произношению. Ну, не суть. И вот… Представляете, сколько нужно усилий и времени, какой низкий коэффициент полезного действия при такой системе. Но, чем более массовая система, тем более утонченным становится инструмент, если он должен работать. Поэтому, ты уже не можешь азбуки веди делать в массовой школе. Теперь с языками. Вот языки изучали избранные. Я не знаю, там, с гувернантками, там, иноязычными. У меня бабушка училась в царской гимназии. И они там учили латынь, греческий, древнегреческий, там, французский, немецкий. Помню, еще что-то. Помню, пять языков они учили. Ну, да, если ты учишь пять языков, и это все вот это вот… То есть, это чисто гуманитарное такое серьезное образование. Но кто мог попасть в гимназию? После гимназии разрешалось преподавать в начальной школе. Это как передучилище, фактически, да? Просто я к чему говорю, что чем более демократичное широкое массовое образование… Тем лучше должен быть инструмент. Да. Но что здесь произошло, в силу консервативности, чем чего-то, да? Они пользуются… Вот, скажем так, советская система, она была в этом смысле очень консервативна. И она нового не очень подпускала. Поэтому получалась такая история, что, например, вот даже машинописи, я упоминал сегодня, да? Машинописи в 70-е и 80-е годы учили примерно так же, как в 20-е. И еще говорили, вот тогда люди умели учить. Они не умели учить, тогда контингент был совершенно другой. А до революции… Машинистка до революции… Ну, как сейчас вот «Fill Fuck and Go» закончить? Понимаешь? Какого уровня были люди там в стране, где там маленький процент населения грамотных? Представляете, что такое машинистка было? Поэтому, к чему я говорю? Вот методы обучения вот этому всему, они остались от ограниченного контингента, значит, отобранного контингента, а дальше их пытаются применить безуспешно. на широком контингенте оно не работает. Ну, я думаю, что те… Особенно тот материал, который подается, он настолько оторван от жизни, что он ни с каким контингентом не будет работать. Зато появилась частная инициатива. Появились педагоги, которые предлагают альтернативность. Слушай, слава Богу, что такая система, что можно встать на углу и сказать, а у меня вот, пожалуйста, приобретайте. Правда? Да. Вот то, что я в свое время и сделала. Но, правда, сейчас я это вынесла в интернет. Вы же тоже выходите онлайн. У меня онлайн… Через три часа начнется онлайн-класс, у меня там 110 человек сейчас. Вот я выхожу, у меня там 110 человек сидит. То есть это где-то у нас 350-400 человек в год в онлайне учатся и 500 здесь. То есть мы приближаемся в онлайне за четыре года. Мы начали было 11 человек четыре года назад, и сейчас вот мы дошли за сотню. Да. А мне онлайн позволил выйти на… Последний раз мы считали у нас студенты были из 48 стран. Ну, в Америке или… Из 48 стран. А, физически. Они сейчас физически там. Они находятся в этих странах. У нас… Это русскоязычные в основном. Угу. Кто-то даже в Сомали живет и учится оттуда онлайн. Почему нет? Да. Лишь бы только был интернет и возможность хотя бы это… Даже в Сомали, друзья, есть сегодня интернету достаточно для изучения. Вообще онлайновое обучение оно в зачатке еще, в зачатственном состоянии. Я думаю, хотя мы видим на глазах просто что происходит… Университеты переходят. Университет. Очень много изменений происходит. Удешевление колоссальное сейчас происходит. Если раньше это было почти так же дорого, как живьем учиться, сейчас это намного-намного дешевле становится. И общество к этому по-другому относится. И на самом деле, если ты учишься в зачуханном, но живом университете, ты точно так же ничего не знаешь, как если бы ты учился, например, в онлайне. В онлайне, конечно, на человека накладывается некоторая обязанность. Он должен быть взрослым. Он должен действительно учиться. Он отвечает за свои результаты. Конечно. Ну так не хочешь не учиться. Если человек не хочет, он нигде учиться не будет. Поэтому я думаю, что парадигма общественная меняется. Лучше я буду у гениальных педагогов учиться в онлайне, чем я буду непонятно кого не учиться живьем. Еще время тратить. Вы знаете, я сама, сколько лет я живу в этой стране, самое большое, вот если спросить меня, что отличает мою жизнь в Америке от того, что, так сказать, как моя жизнь была построена в России в те времена. Да. Я скажу так, что здесь я не перестаю учиться чему-то новому в течение 25 лет. Может быть, мы и там так же, я не знаю. Трудно сказать, мы уехали. Но здесь все время что-то происходит. Все время учусь. И учусь в основном, или это живые тренинги, или краткосрочные, или там НЛП, когда я проходила сертификацию, это было два года. Нейролингвистическое программирование. Да. То, что помогает нам учиться, учиться мыслить иначе. И очень много, особенно технических курсов. Я сама первые свои сайты построила я сама. На WordPress построила сама. Членские сайты строила сама. Да, потом я все это отдала своей команде. Но первое я делала сама. И я очень рада, что я это делала самостоятельно. Потому что мне это позволило почувствовать, что мне нужно. Что работает. Это значит, что вы просто открытый делам человек. Не то, чтобы оно было так сложно, но нужно иметь открытость. Для меня было сложно. Я лингвист. Да. Да. Не то, чтобы оно было так сложно для лингвиста. Я бы так сказал. Потому что там есть дети, которые этим занимаются. Там шестиклассники. Но дело в том, что для того, чтобы сказать, это можно, это я могу это дать, нужно быть открытым. Если человек не открыт, он может быть, мог бы делать, но он скажет, ой. И все. Это здорово. Это просто пристык открытости. Да? Спасибо. Конечно. Все время что-то прохожу. Научилась видео делать. Научилась. И каждый раз, знаете, вот мне кто-то сказал, наверное, имея в виду это как комплимент. Угу. Может быть, оправдывая себя. Кто-то из моих московских подруг, разговаривая с другой подругой, сказал, ну, что Наташа? Ей просто. Она сильный человек. Да? А я, в общем, подумала, что это, знаете, как такое ощущение, что человек, во-первых, себя оправдывает. И считают, что если человек сильный, значит, ему не нужно прилагать усилий. Что такое сила? Вот. Я вас считаю сильным человеком. Что такое сильный человек? Ну, сильный человек – это который, несмотря на то, что у него есть как бы полный набор опасений, страхов и так далее, как у всякого человека. Он при этом достаточно как бы мотивирован, чтобы идти вот тем путем, которым он идет. Не взирает. Не то, что ему не страшно, но это не останавливает его от действия. Вот. Есть момент, когда ты действие должен совершить. Вот. Слабый человек, он намечтать может, но он не может сделать действие, потому что он боится последствий. А что вдруг? Засмеют. Что соседи скажут. Понимаешь? И вот на него это посыпалось. И он уже… Я думаю, что если мы так на уровень поднимемся другой, третий чуть-чуть в этом деле, то мы должны будем сказать, что вот есть люди, которые как бы внутренне раскрепощенные, они ощущают вот это свое «я», душу. и у них эта душа и предназначение, которое им свыше спущено, они как-то вот в хорошем соединении в таком работают. То есть если «я» – это «я», а не нагромождение мусора, которое мне накидали родители, школы, общество, телевидение там и так далее. А «я» – это «я». И вот есть предназначение, да, которое ты ищешь всю жизнь, ты никогда не знаешь до конца, но ты ищешь, ты идешь к нему, и оно тебе дается. И вот если ты на этом пути, ты будешь сильным. Потому что ты должен отказаться от чего? Вообще от всего смысла своего существования, понимаешь? Поэтому если мусор, если цели мусорные, если вместо там, знаешь, «зачем ты хочешь стать тестером?» «Хочу заработать денег». Цель не подразумевает вопроса «зачем?» «Хочу стать тестером». «А зачем?» «Денег заработать». «А зачем?» «Деньги не цель». «А зачем?» «Деньги – результат». «Деньги – атрибут, средства». «Да, это результат того, что человек идет в свою пути. «Но, зачем тебе деньги?» «Куплю железную дорогу». «А зачем?» «А буду стоять у шлагбаума, и когда поезд идет, нажму кнопку – откроется, потом нажму кнопку – закроется». «Уже нет вопроса «зачем?» «Нет вопроса «зачем тебе шлагбаум открывать?» «Нет вопроса!» «Это счастье!» «Ты стоишь счастливый человек, открываешь шлагбаум, закрываешь флагбаум. И дорога твоя». Поэтому я к чему говорю, что я все время с ребятами работаю на тему «Расскажи о себе». Это невозможно. Когда человек о себе рассказывает в контексте интервью на работу, он такого несет. Слой за слоем, за слоем, за слоем нагромождение. Мы снимаем, и снимаем, и снимаем, пока остается то, что должно остаться. И то, что должно остаться, абсолютно прекрасно. Оно прекрасно. Вот каждый из нас абсолютно прекрасен, будучи сам собой. Но там столько всего наворочено. И мы тащим это все на себе. И оно, главное, никакого отношения не имеет к заданному вопросу. И к нам не имеет. Никакого. Но я просто говорю, что самое сложное – быть самим собой. Вот это соединение. Соединение с собой. Место свое. Ну, между прочим, с возрастом, если действительно идешь по этому пути, это становится легче. Не кажется? Ну, мне легче, да. Мне тоже легче. Я больше открыт к этому. Мне легче. Потому что меня уже не столь заботит, а иногда вообще не заботит, кто что скажет и подумает. Потому что я про себя правду знаю. О! Давайте я вас спрошу. Вот у вас 10 тысяч подписчиков на канале. На YouTube, да. Приближается. Приближается. Вот смотрите, значит, а вам вот пишут какие-нибудь гадости? Вот вроде бы безобидный материал там. Говорят, о, там жидовская морда, там что-нибудь такое. Нет, ну так не пишут. А, мне пишут, да. Так не пишут. Так не пишут, но пишут изредка. Но бывает. Бывает что-нибудь напишут. Ну, знаете, я даже сейчас, честно говоря, их вспомнить-то не могу, потому что… При 10 тысячах вы должны уже быть как следует под обстрелом. Потому что я это… Вы знаете, я просто это не воспринимаю. Это другой вопрос, но они пытаются что-то подролить вас? Недавно был один человек, который на вебинаре… За деньги? То есть он сплатил за курс? Нет, нет, нет. Это был бесплатный вебинар. Знаете, я очень много даю бесплатно. Какие? Я даю не только на канале. Я даю у себя на сайте. Я провожу вебинары. Я рассказываю, как и чему надо учить. Хорошо. Пришел он на бесплатный вебинар. И сначала он… Знаете, у нас там страница, где они смотрят в живую мою презентацию. И дальше идет у них возможность тут же во время презентации комментировать, задавать вопросы. И вот они могут это делать ВКонтакте, они могут это делать на Фейсбук. И тут же это появляется на странице. Страничка все время обновляется. Хорошо. А на чем вы делаете? Это сделано в WordPress. А, то есть в специальной софт-руктуре? Нет, это то, что называется Content Management System. Да, да. Ну хорошо. То есть он интегрирует в ВКонтакте… Все эти приложения. Хорошо. И человек пишет, задает вопросы вроде нормальные, да, он задал там три или четыре вопроса, три или четыре раза прокомментировал. Угу. Презентация закончилась. На следующий день, а я получаю оповещение, там, ну, может, тот вопрос добавлю, чтобы я могла ответить. Я смотрю, что от имени этого же человека вдруг написано там, уважаемые участники или что-то такое, должен вас огорчить. Угу. Все комментарии, которые приведены ниже, в том числе и от моего имени, это все сделано взломщиками аккаунта ВКонтакте. Ну, хорошо. Так чего? Да? Ну, я начинаю себя спрашивать, зачем ему это? Зачем надо было такую глупость написать? Нет. Ну, это его комментарии. Да. Но он утверждает, и он утверждает, что все, что на этой странице, все вопросы, которые были заданы. Нет. Он про себя говорит. Нет. Он пишет, что все комментарии на этой странице, в том числе и мои, сделаны взломщиками. Зачем человек это пишет? Да? То есть, какая у него цель подорвать презентацию другого человека? Это какой-то, я бы сказал, нездоровый класс. Он не злонамеренный, он просто нездоровый. Я бы различал вот злонамеренных и нездоровых. А есть злонамеренные. Ну, не суть. Обычно, я могу сказать, что начиная с 3-4 тысяч подписчиков, вот на миграционных видеоблогах уже начинается какое-то внимание со стороны троллей, которые пишут гадости. Я к чему говорю, что нам без разницы чего скажут и так далее. Я думаю, что, ну, всегда же что-то скажут. Дело ведь не в том, насколько ты хорош. У меня был случай. У меня был случай. Дело, это никакого отношения к нам не имеет. Не имеет, не имеет. У них свои переживания какие-то. Да. Я думаю, что человек, который не очень понимает, как устроен мир, и человек с менталитетом жертвы, который считает, что во всех его неудачах повинен кто-то другой. У него накапливается столько яда, который должен куда-то перелиться. Он стаскивает еще в свою жизнь вот эту эмоцию. Он дает туда эмоцию, она стаскивает ему еще вдвое. И он, она переливается через край. И обязательно, вы знаете, это происходит у всех. Это происходит у известных актеров. Как только человек появляется, скажем так, в свете рампы, как только он привлекает к себе внимание, особенно если он что-то новое несет, всегда находится кто-то, кто позавидует. Вы знаете, вот что у меня есть? Это очень… На позитивную волну. Да. Не-не, просто я уже закончу эту мысль. Всегда есть кто-то, кто поставит дизлайк, да? Причем это всегда только один или два. Как только я за рулем своей машины, я очень редко снимаю в машине, но как только я за рулем в своей машине, три появляется. Кому-то это очень не нравится. Да, я чувствую, что масштабы не те, не те. Не те. В дизлайках, может быть, 50-50 или 100 дизлайки. Ой. Да. Если вот вы скажете там, вот, поехала я в Украину, вам пойдут дизлайки от тех, кто… Считает, что на Украину, да? А если вы скажете, поехала я на Украину, вам сразу скажут, что вы против независимой Украины и вообще вы гад, и фашист, и москаль. Нет, такого не было. Знаете, у меня, наверное… А мне пишут. У меня, наверное… А, у меня, знаете, кто-то написал… Вот это вот было смешно. Ну, значит, кто-то написал когда-то, что… Мол, кого вы слушаете… Призативе Родины. Нет, нет. Кого вы слушаете… Тоже мне специалисты из Украины… Что это такое написали? Значит, я так удивилась и подумала… Интересно, откуда у человека такая информация? Я выросла… Родилась и выросла в Москве. Почему… Против Украины тоже ничего не имеют. Может быть, он сам из Киргизии, допустим. Не знаю. Нет, я не знаю. Нет, а вот так, чтобы тролли были, которые, знаете, что предлагали… Тролль, который я видела, ходила на каналы других людей. Писал одно и то же. Он писал так. Хорошая… Хорошая информация, там, хорошее видео. Ну, вот в следующий раз, пожалуйста, включите там последний хит рока и еще что-то. И я потом кому-то увидела такой же комментарий, мы его забанили. И написала, вы знаете, это тролль, который просто хочет, чтобы ваш канал закрыли. Ну, потому что если человек послушает якобы просьбу зрителя и поместит в то, что он просит, не имея на это авторского права… Ничего не будет. Будет. Нет. Закрываю. Не за это. Значит, если вы чужую музыку помещаете, то деньги, которые пойдут с этой музыки, вот появится реклама, независимо от вашего желания. Я не ставлю рекламу. Независимо от вашего желания. Если вы поместили чужой лицензированный контент какой-то, музыку или вставочку сделали, если там пошла чужая музыка, вам автоматически вставят рекламу помимо вашего желания. Я впервые слышу это. И деньги эти пойдут правообладателю. За это не закроют канал. Канал закроют. Ну, я считаю, что это справедливо. Если правообладатель пошлет на вас жалобу, что вы использовали, но правообладатель сегодня хочет денег. Он не против, чтобы вы взяли его видео. Он хочет денег за это. Вот, собственно, вся разница. Уже всё. Вас ждут, вы уже час. Окей. Ну, хорошо. Значит, тут у нас рабочий день продолжается. Да. У меня пора в дорогу. София приходит, говорит, меня там ждут уже. Ну, что, давайте мы поблагодарим Наталью и дочь ее. Она такая правит персона. Она спряталась, не хочет показываться. Симпатичная. Свободная? Да. Ничего говорить не буду. В общем, короче, вот так вот. Ничего мы не знаем. И я тоже не знаю. Могу сказать, что симпатичная всё. Значит, мы тогда попрощаемся. Но мы как бы не сильно прощаемся. Мы тут все рядышком. В Калифорнии тут часов шесть, семь, восемь езды. Ну, между нами, посмотри, по какой дороге. Да, да. Ну, тут все. По красивой, подольше. По красивой. Камс – это кост. Значит, поблагодарим. И те, кто нас дослушал до конца, мы их особенно поблагодарим, потому что это какое-то время занимает. Так что, ну, если вы уже дослушали, и вы совершенно героические люди, значит, ставьте лайк. Знаете, как делают лайк? Вот, покажите вот так вот. Это кнопка лайк, так выглядит. Вот сделайте, вот сделайте так, кулаком. Вот, чтобы все видишь. Ну, ладно, хорошо. Вот, сделайте вот так, значит, нажмите кнопочку лайк. Вот. И, что называется, на Ру Инглише, называется, enjoy the life. Да? Без кайфа нет лайфа. Ну, если есть вопросы, задавайте. Да, задавайте вопросы. Давайте ответим. Давайте в комментариях вопросы. Если вы интересуетесь английским, что очень вероятно, значит, двигайтесь на канал к Наталье по ссылочке, которую я внизу дам. Вот. В общем, успехов. Всего доброго. Счастливо.